Все чаще селекционеры стали уделять внимание экзотическим, не характерным для нашего региона растениям, например, таким как лотос, как раз сейчас период его активного цветения. Мало кто знает, что, пожалуй, самая интересная коллекция этого растения в стране принадлежит нашему земляку, ландшафтному дизайнеру Руслану Хупову. Елена Юсов отправилась в Кашихабль, чтобы своими глазами увидеть десятки редчайших лотосов. Пегас, закатное облако, красный тюльпан и еще около 50 сортов лотоса. Все это на одном участке – ландшафтного дизайнера Руслана Хупова. Его разнообразная коллекция экзотического цветка – самая богатая в России. Я заинтересовался этой культурой, потому что она мне показалась сложной. Действительно, вырастить лотос в горшке довольно сложно. То есть нужно обладать какими-то определенными знаниями и навыками для этого. Выращивает Руслан в основном мини-сорта, пригодные именно для содержания в сосуде. Иначе пришлось бы иметь 50 водоемов. Шутит селекционер, ведь лотос разрастается быстро. Специально для нас Руслан провел мастер-класс, как устроить водоем в горшке. На дно мы высыпаем горсть удобрений, на две трети заполняем землей, прикапываем растения и заливаем до края водой. Это все поднимется, и к осени уже будет большой красивый букет из тропических растений, которые можно будет заносить на зиму. Конечно, 50 горшков на зиму в дом не занесешь. В холодное время года Руслан отправляет свои лотосы на зимовку, в теплицу. Так что сезонной работы у него достаточно. Зато сколько красоты дарят потом эти растения. Некоторые экземпляры селекционера Хопова – единственные в России. Как будто специально к нашему приезду природа сделала необыкновенный подарок. У селекционера расцвел вот такой редчайший лотос. Называется он «Тысяча лепестков». Когда смотришь на этот прекрасный цветок, сразу понятно, откуда такое название. В китайских летописях, рукописях он описывался еще полторы тысячи лет назад. То есть это очень древний сорт. Я даже не знаю, на какой стадии должна была быть тогда селекция в Китае. Понимаете, полторы тысячи лет назад, чтобы вывести вот такое чудо. Своя история здесь есть почти у каждого цветка. Например, этот же уникальный экземпляр, прежде чем попасть в Адыгею, побывал в Китае, Таиланде и Америке. Так что этот лотос успел попутешествовать больше, чем большинство из нас. Таким драгоценностям необходимо достойное оправа. Дизайнер уже начал разбивать на участке болинезийский сад, который станет частью собственного дендрария, расположенного по соседству. Елена Юсов, Азамат Шаджашев, Вести, Адыгея.